Жень, не уходи, мы к тебе. Вы не подумайте, новый день не наступал, просто ставьте крепление маяка почаще. А летнего времени остается все меньше и меньше, на дворе у нас октябрь. Когда мы утром уезжали, Алабай начинает немножко подгрызаться уже. Сдал его в ОМОН, и эта собака теперь в тюрьму охраняет. Пойдемте, пойдемте, сейчас расскажу вам интересные моменты. Так, друзья, я специально под покровом ночи приехал на стройку для того, чтобы отстрелять уровень пола, который мы будем заливать с вами. Почему вечером удобнее? Он отлично просто отстреливает. Но есть еще варианты стрелять это днем. Чтобы рассказать вам о таком варианте отстрела, давайте мы ненадолго с вами включим солнце. Вот так-то лучше. Я сейчас настроил лазер по уровню, его реально просто не увидеть, тем более он там на солнце. Для этого у нас есть два варианта, чтобы днем можно было пользоваться лазерным уровнем. Итак, вариант номер один, это очки, которые продаются в комплекте. И если я луч, который находится близко еще как-то вижу, то тот, который вдалеке, я не вижу даже в них. Посмотрите. Вот сейчас мы его вообще не видим. Теперь с очками. И, по-моему, стало чуть лучше видно. Убираем, не видно. Вдалеке его не увидишь даже в очках. Итак, наш луч должен быть где-то сейчас вот на вот этой высоте. Я уверен, что вы его не видите. Ну-ка, я посмотрю. Но есть другой вариант, как его увидеть. Смотрите. Для этого нам нужен просто сотовый телефон. На камере мы отмечаем вот тут центр. Это точка, которая будет нулевая, по которой мы будем мерить наш размер. Например, мы хотим вот стрелять в высоту вот этого самореза. Лазер никак не показывает. И даже в очках, если я их сухо-дену, все равно не увижу лазер. Вон наш лазерный луч светится. Вон, видите, да? Так не видно. В очках тоже ничего не видно. Используем вот такой вариант. Включаем камеру. Мы просто опускаем. И в момент, когда вы видите отблеск, видите, отблеск лазера, вот в этот момент, это наш ноль. Вот он. Соответственно, теперь я просто вкручиваю саморез относительно лазерного луча. Так, еще раз. Вот он лазер. А вот отсюда нам надо вкрутить. Проверяем. Вот он, он светит. Вот он. Вот он. Точно. Прям точно там, где нам необходимо. По этой самой отметочке. Вот и все. Это элементарный вариант. Но я вам показал это близко. Но это можно было показать на большие расстояния. Такие прям до 20-30 метров вам будет давать. Мы сейчас проверим это по шнурке еще. У меня просто уже отмечены какие-то моменты. И я думаю, что будет все ровненько. Так, ну а теперь мы доделываем все остальные наши точки. Для этого нам нужно вернуться в темноту, чтобы нам было проще. Возвращаемся обратно. Включаем, чтобы найти наш нолик. Вечером очень удобно отстреливать. Конечно, удобнее, чем днем. И вот где-то вот так мы будем заливать. Офигеть сколько. Делаем вот такую отметочку. И завтра мы просто здесь саморез крутим. Мы уже понимаем, какая высота. Здесь у нас тоже отметка. Так. Короче, сложного ничего. Я-то хотел сегодня саморезов сверлиться. И саморезы эти установить по лазеру. Ну, примерно. По полосам. Но понял, что мне еще завтра подготавливать и грунтовать всю поверхность. Все это подметать. И все эти саморезы могут просто вылететь. Поэтому оптимальный вариант. Если я сейчас просто помечу стены. И все. И все. И отлично. Вот по-хорошему, ребята, здесь надо делать уклон. От двери и в сторону слива с веранды. Но так как в моем случае у меня это будет все застеклено на первом этаже. Вот эта будет веранда. Она будет более-менее теплая. Как у нас в Сибири принято тепловой барьер. Предбанник, так скажем. Перед входом в дом. Она будет застеклена. И поэтому здесь уклона никакого делать я не буду. Здесь будет ровно все по уровню. Смотрите, кстати, классно получилось. Она прям в ноль. Закрылась. Аккуратно все и закроется. И там тоже. То есть там у меня приточка. Здесь у меня вытяжка. Ну или наоборот. Я пока еще не решил. Вот. Помечаю периметр. Так. Ну и наверное ждем утра для того, чтобы начать устанавливать маяки. Ну а у вас это все будет через минуту. Как советуют опытные строители, лучше всего одевать на коленники. Они защитят ваши ноги, хоть это и звучит немножечко по-пенсионерски. В процессе стройки я много где переливал раствор и образовывались некоторые наслоения, которые, конечно же, не были тщательно прогрунтованы и плохо держались на основном полу. Поэтому удаляем их и удаляем весь рыхлый бетон. Здесь вы видите, я делал временную защиту от дождя, потому что именно в этом месте стираться очень хорошо лил дождь. Но не прогрунтовал это место должным образом. Разумеется, она держится на честном слове. Удаляем ее вместе со всем остальным плохо держащимся бетоном. Теперь мы должны тщательно обеспылить поверхность. Я купил щетку с жестким ворсом. Она отлично подходит для этих целей. Так, ребята, вы понимаете, что сейчас делать бетонные ляпки займет очень много времени. А летнего времени остается все меньше и меньше на дворе у нас октябрь. Поэтому я взял вот такие штуки, крепления для маяков. Упаковки 25 штук. Стоит это в районе 100 рублей за упаковку. Посмотрим, что внутри и как этим пользоваться. Открываем коробочку. Я сам первый раз ими пользуюсь. Так, в общем, смотрите, суть какая. Эта штука одевается вот так на шляпу самореза. И вот этой контрагайкой контрагается вот здесь. Вставляется маяк и защелкивается. Мне нравится, интересно. Легко и просто. Маячки с вами потом поставим вместе. Порядок установки маяка такой. Сначала мы с вами лазером отстреливаем линию. Потом обеспыливаем, очищаем поверхность. Просверливаем по линии отверстия для дюбель креплений. Устанавливаем их. В дюбель крепления вкручиваем саморезы по уровню будущего пола. На шляпки саморезов устанавливаем пластиковые крепления. И, собственно говоря, монтируем сам маяк. В своей стройке я использовал маяки 6-миллиметровой толщины. Но для пола лучше всего использовать 1-сантиметровые маяки. Поэтому не поленитесь заехать в магазин перед этой работой. Так как сантиметровые маяки меньше деформируются. И вам будет просто легче работать. Это же не может быть пожаром, правильно? Просто взяло и за секунду поднялось такое дымовое облако. Офигеть. Мы туда не поедем, у нас времени на это нет. Это все на нас идет. Что за выброс? Так, на Алтае у нас экология, ребята. Вообще чистейшая просто. Экология у нас лучшая. Мне кажется, это что-то такое природное явление. Облако, да. Так, ну теперь возникает закономерный вопрос. Как соединить вот эти места стыков? Их три, видите? И я решил вопрос крайне просто, интуитивно, теми же самыми креплениями. Смотрите. Да, ребят, получилось, конечно, прикольно. Смотрите. Сейчас покажу уровень. Должно быть видно. Получилось прям ровненько по уровню. Но высота, конечно, не слабая. Высота сантиметров, наверное, 10 здесь. Сейчас съезжу за вибратором. Потому что без него здесь делать нечего. Вибрировать надо. И будем заливать. И вот она высота. Ровненько все отстреляно. Мне нравится. Неплохо. Вот такая опалубка. Для лучшей адгезии раствора я советую обильно увлажнить плиту. Для этого подойдет простая проточная вода. Объясняю, почему мы сейчас выливаем сюда. Еще рано, на самом деле. Потому что еще вот здесь опа отмазка не сделана. Еще не сделана демпферная лента по периметру. Но смотрите, как хорошо бетон впитывает влагу. К сожалению, во многом это говорит о большой рыхлости бетона. Как я уже рассказывал, когда я заливал плиту, у меня произошла проблема на веранде. Там даванула опалубка, и у меня все силы были брошены на устранение течи с той стороны. Это где был чистовой вход дома. В то время, как на веранду бетон просто выливали с миксера. И, конечно же, никто его не вибрировал. Поэтому он получился вот такого качества. Сейчас очень хорошо слышно, как весь фундамент шипит. Это хорошо. Так, друзья, за годы нашей эксплуатации замечательной бетонной мешалки, она сломалась здесь и уже пару раз чуть не травмировала меня во время работы. Поэтому сейчас надо это все проварить быстренько, перед началом. При заливке плиты я использовал гильзы для приточно-вытяжной вентиляции в овощехранилище. Оно находится как раз прямо под верандой. Пришло время поставить правильные закладные перед заливкой чистого пола. Для установки закладных очень хорошо подойдет монтажная пена. В дальнейшем ее заменит сама стяжка чистого пола. На этот раз ингредиенты для бетонной мешалки следующие. Четыре ведра песка, один колпачок мыла и полтора ведра воды. Все. Работать с бетоном в туфлях как-то по-мажорски. Советую взять с собой сапоги. Вы не подумайте, новый день не наступал. Просто я решил одеть другой костюм, потому что мне тот жалко. Тот какой-то клевенький, мне нравится он новенький. Первый замес не то чтобы комом, но жидковат. Компенсирую это хорошей вибрацией. Казалось бы, зачем так задирать ведро с водой? Но тут есть свой смысл. Этим я смываю с кромки остатки раствора, и миксер приходится меньше мыть. Последние осенние деньки радуют своей теплотой. А ведь скоро христианский праздник покров, который обещает нам первый снежок. Разравниваю раствор по всему столу. Скоро начнем ровнять. Вот и пригодилась трехметровая провила. Продолжаем заливку. Это уже восьмой замес настроения. Ху-ху! Огонь! Вибратор это находка бетонщика. Второй по необходимости инструмент, нужность которого часто недооценивают. Распределять раствор по площадке ногой, почему бы нет? Вы видите, как прогибается маяк, поэтому еще раз порекомендую вам использовать все-таки сантиметровые маяки. И второе, ставьте крепление маяка почаще, расстоянием хотя бы в 60 сантиметров. Совсем недавно в комментариях мне посоветовали закрепить выпуск видео под конкретным днем. Друзья, я хочу сделать акцент на то, что у нас так в принципе и есть. Каждое новое видео выходит у нас по средам. Когда у нас видео больше, чем одно, я это делаю в вторник, пятница. Но хочу обратить ваше внимание на то, что каждую неделю у нас новое видео. А мы продолжаем. Друзья, в который раз хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за тот неоценимый вклад, который вы вносите в наш канал. Спасибо вам большое. Я очень рад, что вы со мной. Так, ребята, больно выдумки хитро. Смотрите, что я изобрел. Мы это не убираем, а вот это мы прикручиваем. И у нас получается отличное ровняло для нашего раствора. И все. Прелесть. Пойдемте. Ребята, шел шестой час заливки, мы выживали как могли. На самом деле получается очень ровно и получается просто нереально круто. Теперь я не буду волноваться за то, что здесь стоит лужа. И у меня появляется еще желание, скорее всего, на следующие выходные сделать так же террасу. Потому что терраса начинает немножко подгрызаться уже. Я начинаю подумать в сторону гидроизоляции потолка. Материалы, наверное, те же, что мы использовали для нашего фундамента. Потому что они зарекомендовали себя и мне понравились. Скорее всего, это будет так, да. Осталось 4 замеса приблизительно. И мы заканчиваем с этой плитой. Смеркалось. Ребята, мы когда-нибудь делали за день около куба... А, что я говорю-то? Мелочи. Сегодня работа на самом деле не сложная. Просто устали от беготни. Мы сегодня истратили 10 мешков цемента. В одном мешке 4 ведра цемента. То есть 4 замеса получается с одного мешка. 10 мешков, 40 замес. Надо сказать, что вон там в начале идет где-то 10-11 сантиметров толщина. В этот угол она приходит на 6 сантиметрах. А там она уходит в ноль примерно на 3-4 сантиметрах в том углу. Ну, куб что ли? Куб это 2 тонны. Я очень рад, что мы это сделали. Потому что у нас уже торчала арматура. Я хотел сначала здесь сделать гидроизоляцию. Вот эту серьезную. Которую сейчас на основе этого дегидрола. Помните, да? Это материал, который мы брали до подвала. Но посчитал, что это все равно будет застекляться веранда. И зачем здесь тратить деньги на это все мероприятие. Если можно просто залить хорошую стяжечку. Потом все равно с керамогранит ляжет. Зачем этот дегидрол здесь нужен? Но на втором этаже, на терраске. Там он обязательно необходим. Потому что у нас эта плита в хорошей дождь. Она начинает промокать. И начинает чернеть вверх. То есть я так предполагаю, что плита все-таки мокнет. И самое что поганое. Вода. То есть она заходит туда в поры. И начинает от холода это все расщелкивать. Поэтому гидроизоляция необходима. И я хочу сделать ее на основе этого дегидрола. Который мы брали в прошлый раз. Вот. Ну так. Ненавязчиво прорекламировал компанию. Надо ребятам позвонить. Чтобы они нам скидочку опять эту. Которую вот в этом видео. Помните, у них выпросил. Для вас, для нас. Надо опять сказать, что ребят. Я про вас вот сейчас говорю. Так что помните обо мне. Да. О, пойдемте я вам покажу, что у меня в огороде есть. И вам сейчас Женька расскажет, что у меня там. Жень, не уходи от тебя. Пойдемте. Пойдемте. Сейчас расскажу вам интересные моменты. Ну а что делать-то? Все. Уже вечереет. Уже хочется отдохнуть. Сейчас возьмем интервью. Она все расскажет про компостные ямы. Огородник еще тот. Она уже такая слышит. Краем уха. Что к ней это. Интервьювер идет. Так. Евгения. Наши дорогие зрители хотят узнать интересные моменты. Скажи мне. Вот ты с позиции городского жителя, который только становится колхозником, да, околхозивается, околхоживается. Мы, кстати, я все не могу ее уговорить, чтобы мы корову завели и свиней двух. У нас вон они. Это не наши коровы. А так мы утром вышли. А что, тебе не хватает воня? На утреннюю зорьку вышли, подоили корову, пошли там свиней покормили там. Да? Шашлычок потом опять же. Расскажи нам про огород. Вот эта зона у нас, эта зона, она так этот год не была у нас освоена. Сможешь ли ты освоить ее в следующем году и будем ли мы такой большой огород делать? Или мы вот по этой зоне разделим, а ту сторону не будем пахать? Пусть это будет. Ну я просто не знаю, нужен ли нам такой большой огород? Почему нужен ли нам такой огород? Это тоже вопрос. Ну ты мне скажи. Ну я второй раз не буду. В этом году тебе понравилось вообще, что мы огород этот затеяли? Двояка. Двояка? Как это двояка? Ну непонятно. Ну с одной стороны прикольно, там лук вся фигня, это ягода. С другой стороны так вот с ней мучаешься. Сдякаться? Да, да. Вот прям вот это вот слово. Сдякаешься, сдякаешься, да? Да, сдякаешься. Хорошо, а что капусту это? А зимой у нас? Нет, это пекинская капуста. Она вишвана. Вот, я считаю, что смотри, у нас есть пекинская капуста и будут вьетнамские поросята. Ну зачем нам вьетнамские поросяты? Ну зачем нам пекинская капуста? Ну потому что она вкуснее, чем обычная капуста. Обычную капуста. Тихо, я в обычной капусте в центре что-то должно расти. Ну так вот она и собирается. Ты что, к ноябрю появится? Ну я не знаю, может вообще не появится. Может у нас не удалась эта капуста уже? Кто его знает. Ну я правильно сходила, видишь, вон ее завел. А то и не удалось лазить, да? Да, она, видишь, собирается. Ты готова вообще вот жить вот так в колхозе? В колхозе? Коровы вот водить. Не надо коровы. На утреннюю зорьку. Не коровы, не свинюки. Собаки, ребята! У меня сегодня, у моего папы... Нет, у меня сегодня, у моего папы, как звучит не очень хорошо. У моего папы сегодня, когда мы утром уезжали, Алабай, Алабай у нее началась вот эта штука, которая начинается у... Как девочек. Ну, у собак, да, у женского пола. И я хочу теперь через 10 дней свозить ее на встречу с мальчиком. Тоже породы Алабай. Тоже породы Алабай. И мы, может быть, даже будем это... А если он страшный? А если он некрасивый? Она у нас красивая, черная такая. Не, мы можем вон к Игорестеночку, к нашему соседу договориться. У нее белый, белый, прям белый Алабай такой, белый прям. Не, белый Алабай не клёвый. Но он добрый у нее очень сильно. Ну, в смысле, как бы, а что лучше, чем тот Алабай, которого, помнишь, вместе с нашей Дарькой покупали? Мы, короче, когда брали Алабая, папе в подарок, привезли двух посмотреть. И мы выбрали, ну, Женя, я, ну, понравился Алабайчик один, а я второй был какой-то, он был такой... Рыжий-белый. Рыжий-белый. Она была прям черная такая, с белыми лапками и грудью белой. А тот был рыжий-белый, какая-то такая вот. Она, по-моему, тоже сучка была. Короче, когда созванивались потом, оказалось, что вот этот рыжий Алабай, которого мы не взяли, потом не подпускал хозяина покормить, рвал и металл, и хозяин в итоге из-за боязни этой собаки сдал его этим... Ну, на зону. Корейцем. Да, сдал его в ОМОН, и эта собака теперь в тюрьму охраняет. Так что, если бы мы купили бы не ту собачку, возможно, мы бы сейчас хопнули горюшко. Может быть, он ее как-то неправильно воспитывал. Может, тренировали, да, как-то он ее, может, там, всяко же бывает. Может, он к ней с агрессией, она тоже там... Да. Они же умные собаки. Ну что, ребят, давайте уже подытожим, а то мы что-то заболтались через пару видео, а может, в следующем мы будем делать террасу, и там будет интересней. Потому что там течет, и я хочу, чтобы вода, она не попадала на стены, не промокала плита. Ну, там будет небольшой выравнивающий слой, такая наливайка, скорее всего, и уже с гидроизоляцией. Ну, я пока не знаю, я сейчас изучу эту систему и вам все это покажу. Так что это, друзья, те, кто не подписаны, если вот это все хотите видеть, что у нас тут будет происходить в ближайшее время, подписывайтесь на канал. С утра не стал говорить про лайки, потому что вы бы забыли их поставить, конечно же. А вот сейчас самое то время поставить, мне кажется, лайк и уже... Колокольчик. И колокольчик, да. Ну все, друзья, давайте все, пока, до скорых встреч, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok